В Умной библиотеке выставка народных костюмов как символ единения народов России. А у нас проживает более 190 национальностей. Вот, например, женский русский народный костюм с рубахой и расписным сарафаном. А это уже традиционное облачение народов Азербайджана с замысловатой вышивкой и золотой тесьмой. И все можно примерить. Соседние столы ломятся от традиционных яств. Тульские пряники, баранки и, конечно, кухонная утварь разных народов. Вот русские народные ложки, или правильно, семеновские, расписанные хохломой. Такими не только ели щи да кашу, но использовали как музыкальный инструмент. Здесь же музыкальные инструменты посерьезнее. Деревянная трещотка, баян и совсем раритет – гусли. Всем этим виртуозно владеют ученики Центральной детской школы искусств. Очень приятно принимать участие на таких важных мероприятиях, потому что Россия должна знать свои национальные инструменты и поддерживать свою русскую народную культуру путем просвещения и знакомства с ее национальными русскими традициями. Рядом мастер-класс по мизенской росписи и традиционному народному промыслу из Архангельской области. В 19 веке поморы так украшали домашнюю утварь – прялки, ковши, сосуды. Сегодня учат расписывать предметы современного обихода. Сегодня мы расписываем шоппер специальными красками по ткани и хотим, чтобы у каждого получилось такое свое интересное изделие с орнаментом и с лошадкой, которая у нас расположилась на сумке. Этот шоппер можно будет использовать и вспоминать о нашем сегодняшнем занятии, о мастер-классе. А еще мастер-класс по изготовлению таджикского оберега из ткани или куклы-берегини в древнерусской технике. Такая обширная программа показывает, что вековые традиции сильны и сегодня. Олег Тюрин, Вильфрид Дембковский. Новости. Химки-ТВ. Новости. Химки-ТВ.